Русский экстремальный вызов Russian X Challenge Он проводится в Московской области Экспо-центр Патриот Приехали самые лучшие райдеры в мире В Москву И они будут соревноваться за огромный куш Ну а мы сейчас попробуем показать вам Что-нибудь интересное Связанное с этими соревнованиями Я уверен, мы найдем что-нибудь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня второй день на X Challenge Вчера мы провели несколько интервью Спросили у чувачков всякие интересные штуки Сегодня продолжим это делать У Дэниела Сандавала Вот, например, хотим узнать Насколько это важно быть Индивидуальностью в BMX Sport И еще покажем вам площадки Которые здесь были Оборудованные для катания Здесь есть верт Здоровая рампа Здесь есть big air Или мега рампа Это огромный скат Трамплин Потом приземление Огромный квотер Там будут огромнейшие полеты А скейтпарк Стрит-секцией И парковые секции А также дёрты Тоже огромные дёрты В принципе, мы сейчас туда и отправимся Мы посмотрим, как у них дела обстоят Потому что, говорят, они еще не достроены Ну и интересно узнать, какая там движуха Пять минут шагом И мы добрались до секции дёрт Здесь будут кататься не только на BMX Но и на мотоциклах Вот те две маленькие кочки Это наши дёрты Но мы сейчас подойдем поближе Посмотрим их получше Они на самом деле не такие маленькие Как кажется отсюда Погнали! Все должно быть гладенькое В том числе и дёрты Их как-то маловато Всего две Я надеялся, будет больше И я думаю, все-таки будет больше Просто парни пока еще не успели построить Так что ждем больше кочек И уничтожений А вот VR-трампа уже достроена Субтитры сделал DimaTorzok А вот и скейт-парк И здесь никого нет Но оно и не мудрено Ведь Russian X Challenge отменили А вот Антохе пофигу на соревнования Он все равно катается Соревнования отменены Но мы любим не только кататься Но и общаться Поэтому мы задали несколько наших вопросов Про райдерам Сам формат контеста Это изначально шоу Его делается как для шоу Потому что люди любят это Как детишки стараются Ребята стараются Все умирают Пробуют что-то новое Да, это конечно же нужно Это причем нужно и райдерам Чтобы расти дальше И с аудиторией Чтобы просто смотреть И наслаждаться Безумными вещами на велосипеде Очень важно Это мне очень важно Если иные с парками Я не видела У меня не видела На первое время Как правило Это очень круто видеть как хорошие Руссии, как круто они выглядят. И второе, это просто здорово поддержка БМХ и других местах. Потому что БМХ очень большой в мире, не только Америка или Европы. Поэтому это очень круто, как Россия, чтобы увидеть это и увидеть БМХ. Это очень важно. Абсолютно. Мы уже уже встретили здесь, мы встретили так много родителей, и это просто помогает все, как у нас. Когда мы приехали, вы можете узнать, что у нас очень рады, и это помогает создать здесь. Это keeps детей интересен, это keeps детей готовы и готовы. Я думаю, что это важно, в общем, просто идти к конкурсу, и делать то, как можно, и делать то, как можно, и делать то, как можно. Не для личной причины, но для того, как для спорт, в целом. Это просто, что дети любят это, и я думаю, что это очень важно. Ну, я никогда не думал, что большинство конкурсов были нужны, но, в то же время, без конкурсов, большинство прогрессивания мы имеем не случается, большинство путешествий, большинство путешествий, это моё 31-е годы профессионально победить, и я не потерялся один год, поэтому я имею в виду человека, который, большинство моей жизни, путешествий в мире и ходит в соревнованиях. На самом деле, нет такого, чтобы мне это надоело, потому что я это люблю, и я занимаюсь этим уже 10 лет, катаюсь. Именно профессионально по контестам я начал ездить года 4 назад. И что я могу сказать? Каждый раз это очередная контрольная работа, которую нужно выполнить как следует, к которой я готовился долгое время, и поэтому это каждый раз вызов самому себе, в первую очередь, и это не может быть неинтересным. Я просто люблю это, это очень интересный, быть в новом стране, и просто быть в новом стране с твоими друзьями, и ты сможешь видеть то, что все остальные работают, ты сможешь видеть новые трехи, которые они делают, и потом это мотивирует тебя, чтобы показать твои новые трехи, и это просто нестоп прогрессивание, и я люблю это. Я думаю, что в таком статусе по моему чему-то, ну понимаешь, что ты начнешь снять, ну как проживание, ну что ты смеешь в жизни, и ты имеешь в виду прийти в прошлом, и ты хочешь в будущем, So I think pursuing those goals and have a clear vision of what that is, is going to make you move forward. If you know where you want to be, then you've got to find a way to get there, you know. And if you want to be the best and win competitions, you know, that's what I do it for. And then you've got to train and practice, you know, and do your best and also have fun doing it, you know. I've never learned anything, because the competition is like a semester in school. You're just doing what you're ready and what you're doing best. Well, of course, it's kind of a way to prepare you to get to the audience, to the audience. It's easier to look at hundreds of thousands of people who are looking at you. You feel better, and that's the only, I think, plus. What have I learned attending contests both as a rider and a judge? I've been part of a lot of different style events for a lot of years, and, you know, I've learned to take everything for what it is. Like I said, there's really core contests, and there's really big contests, and I think they all have their place. You know, it's really easy for people to kind of hate on one aspect of BMX or the other. And I think they all have their place, and I kind of welcome all of it. You know, if I have an opportunity to be part of something as big as the X Games, I'm excited. And then if I have the opportunity to be something as small as a bike shop jam, I'm excited. And I think there's those two ends of the spectrum, and there's everywhere in between. And I think I've kind of been lucky in a way that I've sort of been part of both ends of the spectrum. A lot of people aren't, you know. A lot of people are either, like, in the trenches or they're part of this, like, mainstream culture. And I've kind of always had opportunities to be on both ends of it. And I kind of am really appreciative of that, you know. It's like one day I'd be in, like, some Hollywood red carpet party back in the day. And then next day you're in some grimy pool just riding, and you just, like, you know, to be able to, it keeps you grounded. Like, BMX always keeps you grounded, no matter how, like, big it gets. And I think, I think that's something cool about it. I don't know, yeah, for sure, but, I don't know. I feel like from riding bikes, you, sometimes you have the moment of saying, like, fuck it, you know. If you want to try something, you're scared, like, you say, fuck it. And all it's in real life, sometimes you have to say it, you know, so maybe this. And also, like, traveling, you know, like, when you travel a lot, you know, I don't know, you grow up quicker. Like, you know quicker how you, how you do shit, so it's good. Yeah, of course. We were all in Moscow yesterday and we just kept talking about how cool it would be to just come and do a trip here. You know, just stay in the city and ride street and ride jams and meet the locals instead of, you know, contest and back. Like, I like that more than anything, you know. The contests are cool, that's what gets you here sometimes, but I prefer the local jams and just riding the city and that kind of stuff over anything. Just really meeting, meeting the people and enjoying the culture. Oh, absolutely. We've already talked about that. Just coming back and doing, like, maybe, like, a jam for the kids and then just riding and filming, you know. Like, because there's so, we went to Moscow yesterday and there's so much good stuff to ride. You're like, oh my god, you can ride this, you can ride that. So I think maybe one day we'd come here just to do a trip. And if we did a trip, we would try to do something for the kids, too. Like, do some type of, something with one of the distros out here, one of the shops out here, just to hang out and get kids involved. Of course, I would love to come back to Russia for another opportunity just to ride and see the country and hang out with the locals. Like, I like that even more than a big event like this. I mean, you know, it just comes down to having that opportunity and having the money to do it, you know. It's like, things like this come along and someone else is willing to pay your way to come somewhere like this. You just jump right on it. But, you know, you kind of, you kind of just take those opportunities when they come to you. And, yeah, if there was another opportunity to come over here and just ride and ride street and, you know, I would love it. I would absolutely love it. Yeah, you know, like, ride the way you like to ride. I mean, people will judge you either way what you do and how you do it, but if that's how you ride, stick with it. You know, just keep having fun. What are you doing? You did not do it to participate only in Dirty because it is a very cool event and all this is. And they told me, sorry, man, but you can't do it in the park. I came and started walking in the park. I was on the line with Logan Martin, who told me that he was going to be able to come and not be able to arrive. I asked him to write an organizer, so I would have to go to the venue to do it. And, in the end, after the attempt, nothing happened. Я подошел сам и подошел еще раз и еще раз и так подошел раза 4 к главному чуваку, который определяет, будешь ты кататься или нет. И вчера чувак пришел на площадку и я просто начал кататься и показывать на самом деле, что я могу делать в парке. И после этого вечером мне пришло сообщение на email от этого чувака, что да, ты будешь участвовать в парке. В Америке есть фразе, это кличе. Они говорят, что это просто как ряда на байке. Ты никогда не забываешь. Но я думаю, что я делаю на байке, ты не забываешь. Но я думаю, что в многих случаях, и в том числе, что БМХ, это довольно новое спорт, никто не знает в какой момент вы не сможете делать это. Я не думаю, что это не может быть на день. Я не думаю, что это не может быть для меня. Вы всегда еще пытаясь lose tricks, и учащите новые новые, а потом еще на другую новые, и это так много фундов. Я думаю, что это просто для меня так, чтобы делать это, что делает меня. Я думаю, что 80-летний-летний человек ходит на байке. Я не знаю, что я не знаю, как быстро я могу вернуть. But the more I learn, the more I learn how to take care of my body. Every injury I become stronger from… Obviously I'd like to be injury-free as much as possible, but I think every injury has brought some good, and I've learned from each one, you know. Привет, Т Я у 고�기가 повторяется два раза. Я хотела попробовать. Ну, это звучит просто сильный. Привет, добро себя! Привет, добро探 alimentos! Очень сильно найти. Да Как ты знаете? Ве макашка! Stand упоминаю меня! 还 на мнеagement! Ве макашка Ве макашка Ве макашка Вамахашка! Вамахашка. Вамахашка! Спасибо. Я просто назвал им «Хай» в Махашка и скажу им. «Хай» в Махашка. Вамахашка! Продолжение следует...